друзья ходим на железнодорожном вокзале бутики зашли тут центр торговый большой вот смотрите какие классные шапки продают неравнодушна к таким так вообще и вон такие как у меня есть мне кажется вот видите классно хоть опять покупаю такую вообще супер куда их набирать мариновать что ли у вас ушли так классно я здесь всем подарила подарки с америки приехала а в америку сейчас уезжаю и дарю подарки с екатеринбурга с урала это так здорово потому что во первых это очень символично и необычно потому что кто здесь живет уже это не ценятся эти подарки ну вот они под рукой когда откуда ты везешь это совершенно по-другому воспринимается сушки открыток море и по все скупила с такими классными текстами все столько всего это так понравилось с днем рождения вот сыну подарить случается порой мальчишки вырастают ценить жизнь каждом проявление сегодня твой день кто руля вообще классная просто классные открыточки мужская открытка классно так просто в америке начинаю искать подарки ну знаете вот не знаю что покупать не хочется тяжело для меня это все дать вот подарки не умею делать вот такой выход классный оттуда сюда везешь отсюда туда просто отлично с уралом все на покупала я урал екатеринбург прелесть коробочки упаковочные так магазина у елки-палки сломать подарки не хватало так расположен где-то в углу совершенно случайно зашли такой магазин классный столько всего шикарный данного вокзале у нас слева вот если так вокзал стоит лицом слева торговый центр и вот в нем на втором этаже стрите и упаковочные тут коробки вот видите так расположен тут уже все закрыто ничего не работает вот мы просто прошли в тупик и на тебе может уже все знают о нем специальные приходят ну вот не найдешь и у меня сегодня день отлета так и я это воскресенье и в 6 часов вечера так удобно утром стала собралась и юля меня отвезет сейчас все вещи собирала дома какие постирать чтобы постирали отнесли в офис отторонили видите когда приезжаешь то ходишь везде свои вещи собираешь что-то у мамы что-то у юли оставалось сейчас говорю давайте все в кучу мне сложить и в офис чтобы я потом приехала и все уже там было так сушки еще юля все запарковано сюда она больше не заезжает может тут не разъехаться в том дворе возможно остановится вот и время пролетело очень быстро опять ничего я не заметила но вот сегодня я понимаю что в принципе достаточно уже больше уже много потому что я все что хотела сделала в принципе все успела так что нормально подвигу за ней с другого конца бегу за ней не видит меня не видит он ведь это очень опасно когда две машины тут разъезжаются надо уж было там есть становиться я б добежала искали то выбивает тебя может бросить на встречную машину она чего куда-то направо повернула сейчас побегу направо за ней такие колеи глубокие очень так я ничего не понимаю где она встала вон она все едет вон она едет все не может быть парковаться тут можно он у нас встал на тротуаре я или за тобой вот с того двора бегу сзади да я туда пошла тебе навстречу и ты проезжаешь вот так вот я короче за тобой побежала и все за тобой бежала все это время я решила видишь новый маршрутом а ты вчера я говорила чтоб раньше то там завернуть я вот сейчас даже не знаю где развернуться тут такая колея Юля я вообще со страхом ехала дрожали руки и ноги я говорила что я еще вообще не поеду сюда но вот опять ну так я туда и побежала думаю знаю чтоб тут-то не заезжать это ужас так едем главное чтоб никто навстречу не ехал это самое главное у меня один раз был тут вот такой инцидент мы выехали я вот оттуда и отсюда и вот мужик попался вредный понимаете на джипе и все и мне представляете никуда ни на тротуар не заехать ни это он мне говорит ты че навстречу выехал слышите все скрипет ты че говорит навстречу выехала какая тут одна колея в общем он проявил себя как как не мужчина как не мужчина он заставил меня задом ехать а я задом вообще плохо езжу в общем была бы я вреднее конечно я бы вообще встала и сказала бы ну давай езжай а он вот принципиально стоял знаете ждал но остался своей женщиной он утверждался перед женщиной в общем неприятно было конечно я отъехала все это ну осадочек такой знаете поганенький остался вот так просто видишь еще раз у него джип он же выше ну да ему легче искали это да а вот такие вот попадаются да неприятные такие мужчинки именно мужчинки да 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 не мужчины хорохорятся сидят ну конечно перед собой или перед женщиной благородного поступил такие женщины сидят вот сказала бы слушай ну ступи да отъедь ну может она его не слушает конечно он ее ну да кто знает ну да кто желает показатели да осадочек вот до сих пор ну да неприятно конечно поганенько было потом на душе стояли сначала друг на друга кто же проедет да друзья что-то я вам забыла прическу показать вот так вот меня подстригли я попросила внизу темный сверху посветление она говорит давайте я вам милирование темное светлое сделаю я говорю а давайте всяко будет хорошо как бы меня не подстригли в России всегда хорошо подровняла я вот эти концы все сделала ровными это кому-то не нравились сильно разная длина вот сейчас у меня просто все ровненько вот так вот уложилось все сейчас напишу сколько денег у меня это получилось здесь в России и сколько денег это было бы в Америке волосы брови ногти педикюр все все и брови тоже я сделала покрасила но так себе пойдет короче она мне их подщипала и покрасила татуировку я не успела сделать потому что мы в бассейн ходили на следующий день а если ты делаешь татуировку то мочить нельзя поэтому вот просто окрашивание мне у мамы так статуэтки нравятся она вообще неравнодушна к такому всему и вот тут спала в комнате и каждый раз любовалась думаю какое изящество это Лена дарила откуда-то настолько красиво прямо вообще супер вот это тоже смотрите какое чудо глаз не оторвать вот вот такая дамочка с тех времен как раньше красиво одевались обожаю фильмы двадцатых тридцатых годов такие платья шили это Калининград вот это по-моему Тайванд куколка вот это мы с Юлей в Голливуд ездили в Лос-Анджелес я маме передавала это Салванг в Калифорнии датская деревня это из Америки просто ангелочек где-то я покупала вот это игрушечка не знаю откуда маме так нравится ребеночек видите в костюмчике спит такая вот коллекция всех всех художников чехов вот 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 помните раньше какой дефицит был книги в стенки там и ставили ой и мы когда жили на компрессорном поселке у нас каждую субботу разыгрывались книги приезжали люди такая очередь барабан крутили и очередь это вытягивала и представляете мама родная сестра всегда вытягивала книги вот говорят есть удачливые люди есть неудачливые и вот она всегда я прям помню я же ребенком еще была ну сколько там пятый шестой седьмой класс и мы в стороне стояли и наши родители вытягивали я помню тетели всегда подходит и всегда она вытягивала какие-то сборники книг вообще удивительно я вот никогда ничего не вытягивала я помню в школе в кунгурскую пещеру что ли у нас класс собирался и трем или двум человеком там места не хватило и вот мы тянули этот жеребий кто не поедет и как вы думаете кто его вытянул я как сейчас помню подошла к этому барабану там или где там в шапке это было вытягиваю у меня пусто и я через весь класс иду с опущенной головой потому что все я не еду и вот нас два человека не ехала и я в том числе а там какую-то машину спорт вату еще что-то выиграть вообще у меня такого вообще никогда не было а у вас я наносил и я наносил курица и я наносил все что я и я наносил Продолжение следует...